Состоялось внеочередное заседание Думы Коголыма 7-го созыва. По степени важности необходимо отметить вопросы, которые связаны с внесением дополнений и изменений в муниципальные программы, поскольку по ним живет и развивается муниципалитет. А перед ним прошло совместное заседание постоянных комиссий. Там обсудили предварительный отчет главы Коголыма и деятельности администрации за 2021 год. Стоит заметить, что встреча прошла в режиме онлайн. Депутаты работали удаленно, а представитель местного парламента Алла Говорящева, глава города Николай Пальчиков, его заместители и специалисты в здании администрации. В отчете главы более полусотни пунктов. Вопросы, касающиеся благоустройства, бюджета, уборки снега, досуга молодежи, культуры, транспорта, ценообразования на товары первой необходимости предварительно рассмотрели народные избранники и при необходимости вносили поправки. 9 февраля Николай Пальчиков представит публичный отчет. Вообще, с учетом того, что все депутаты отработали по всем своим направлениям, которые они выбрали вместе с председателем Думы, и с учетом того, что видно, что по возникшим вопросам, что отработали досконально, включились в эту работу и изучили полностью весь этот доклад, все, что происходило за 2021 год. Сразу же после предварительного отчета началось внеочередное заседание Думы. В повестке 21 вопрос. Все они касались различных сфер жизни Коголыма. Например, горожане обратились с просьбой о приобретении оборудования для развития и популяризации шахмат. Еще одна инициатива – обустроить территорию по улице Югорской. Но прежде необходимо опросить жителей, чтобы выяснить, насколько это актуально. Особое внимание, три проекта – это депутаты приняли решение о назначении проведения опроса по реализации социальных проектов, скажем, в нашем городе. Это и касается шахмат, это и касается Югорского двора, это и касается, ну, других, ряда других направлений. Это очень важно и значимо, и здесь не упустить время и вовремя принять решение, потому что опрос граждан планируется уже провести с 14 по 16 февраля. Выяснить, насколько это актуально для жителей нашего города, а потом уже принимать участие в конкурсах для получения грантовой поддержки различного уровня, начиная от муниципального и заканчивая федеральным. В разделе разные вопросы об исполнении протокольных поручений. На двумя из трех депутаты продолжат работу. С актуализацией нового витка развития этих вопросов на территории города Коголыма, как и по бездомным бродячим собакам, и по исполнению переданного государственного полномочия, так и по подвозу, по организации подвоза детей к образовательным организациям. В частности, речь шла о невозможности запустить дополнительный автобус, которого, кстати, нет у муниципального образования. Свободный он не стоит, его необходимо приобретать, если положительно решать этот вопрос. В целом депутаты Коголыма продуктивно поработали. Сказал, что большинство вопросов были обсуждены на комиссиях, и поэтому они заняли много времени для принятия решений. Сергей Ефимцев, Николай Горкошин. Наши города.